Привет, народ! Привет всем! Да, 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 наконец-то, наконец-то настал этот долгожданный день в моей жизни. Ё-моё, чёрт бы это всё подрал. Ребята, наконец-то, спустя один год я всё-таки приобрёл PlayStation 5. Сегодня. Нет, вообще, я её приобрёл вчера, но обо всём по порядку. Ребятки, сразу хочу вам сказать в начале видео кое-какую информацию. То есть, знаете, как говорится, давайте договоримся на берегу. Так вот, это будет распаковка PlayStation 5, но я уверен, это будет самая долгая распаковка PlayStation 5, которая только есть на YouTube. Я буду очень много говорить, я буду затрагивать, может быть, какие-то темы. Конечно же, будут какие-то сравнения напрямую с PlayStation 5 прямым конкурентом Xbox Series X. И я вам сразу хочу сказать, ребята, если вы являетесь таким большим-большим заядлым фэном PlayStation 5, который, извините за грубость, не видит просто берегов, я вам советую, ребята, ни в коем случае не смотреть это видео. Потому что, ну, может быть, вам что-то не понравится. Так вот, ребятки, в любом случае, если вам нужна только распаковка или только какие-то сегменты видео, вы всегда можете туда перепрыгнуть. Вы знаете, я делю видео на чаптеры, то есть на эпизоды. И плюс еще в описании к этому видео и вообще ко всем моим видео лежат информация, которую вы можете использовать. Так что вы можете прыгать по видео, как вам надо. Я же сегодня буду очень-очень все делать медленно и смаковать каждую секунду. Потому что это первый раз в жизни, когда я буду притрагиваться к PlayStation 5. Это, как вы знаете, новая консоль от Sony. Так что я хочу пережить этот момент по-полному, никуда себя не торопясь. И не торопля. Короче, ребятки, так вот. Сначала хочу вам рассказать, как я ее вообще приобрел. И сегодня, на сегодняшний день, у нас 29 декабря. Консоль я приобрел вчера. Но, вы знаете, я не хотел никакую информацию нигде говорить никому. Потому что я был просто на эмоциях. И вот сегодня утром ко мне консоль эта пришла уже в 10 часов утра. Сейчас у нас 3 часа дня. Я немножко уже подостыл, потому что я не хотел, повторю, сразу снимать видео. Потому что было невозможно. Весь был на эмоциях. У меня реально тряслись руки. Но, короче, ребятки. Вот вы видите. Я прикупил наконец-то PlayStation 5. Как я ее вообще купил? Вы не представляете. В понедельник я, как обычно, думаю, ну все, уже пора идти спать. Ночь на дворе. Думаю, ну-ка, дай-ка я включу мой телефон и просто посмотрю новости. Мало ли что интересного. Мало ли что. Я вообще хотел, если честно, погоду на завтрашний день посмотреть. Что вы думаете? Там какой-то инсайдер распространил информацию, что завтра на Амазоне будет PlayStation 5 Drop. Всего Amazon получил 20 тысяч консолей и 28 декабря с 8 до 11 часов варшайн легкает. То есть, как бы, стопроцентная такая гарантия, что завтра будет дроп на Амазоне. Я думаю, ничего себе. Если бы я знал, я бы раньше, пораньше пошел спать. Я пошел где-то в 4 пол пятого. Ну, давайте округлим в 5 часов спать. И думаю, ну, блин. А если в 8 уже вставать, ну, будет плохо. Ну, ничего страшного. Я завел себе будильник, встал в 8 часов, сразу пошел на Амазон и целый час сидел и ничего не происходило. Но где-то примерно в 11 минут 10, то есть, для вашего понимания, я сидел с 8 до 9. То есть, мне потребовалось всего 1 час. И в 7 минут или 11 минут 10 на Амазоне появились консоли. Я чуть не упал со стула. Вы знаете, как это прикольно было? Никаких проблем, то есть, ни с какими проблемами я не столкнулся. Сразу я успел заказать консоль, закинул ее напрямую к себе в этот, в короб, нажал на купить. Мне пришло оповещение. Да, вы купили консоль, поздравляю, завтра она к вам придет. Я себя чувствовал, как, знаете, как во сне в каком-то, в каком-то лимбо, таком непонятном, в тумане в каком-то. Мне все казалось, что это сон. Но нет, сегодня утром я опять проснулся. И мне оповещение от нашего, так сказать, Deutsche Post. То есть, от почты. Что ждите сегодня в 10, где-то с 10 до 11 к вам придет посылка с PlayStation 5. Я думаю, нет, значит, ребята, слава богу, я не сплю. И да, мне позвонили в дверь и передали коробку. Конечно, она была в коробке запакованной, так сказать, в нейтральной упаковке. И вот она у меня, ребята. Я ее распаковал, думаю, нужно снимать видео, но думаю, не-не-не-не-не. Давай немножко валерьяночки примем, успокоимся. Это я шучу, конечно, ребята. И уже потом, как сказать, с холодной головой сядем записывать видос. И вот, наконец-то, она у меня, ребята. То есть, для вашего понимания, еще расскажу, я просидел всего 1 час за компьютером. И мне удалось ее купить. И я ее взял за рекомендованную цену. То есть, за 499 евро 99 центов. Ну, округлим и будем говорить 500 евро. То есть, как я вам уже несколько раз в каких-то видосах говорил, что я не за Xbox Series X. Хотя в этом случае я бы мог еще хоть что-то там переплатить, если бы надо было, действительно. Но я сказал вам, за PlayStation 5 я не буду переплачивать ни 10 евро, ни 5 евро, ни 1 евро. Я буду брать по рекомендованной цене, когда консоль будет стоять. Или в Медиамаркте на палетах, я зайду и спокойно возьму. Или в Амазоне. И вот вот этот или в Амазоне, оно так и случилось. Да, вот оно, за 500 евро. Ничего не переплачивая, не поддерживая никаких перекупов. Без каких-то там беготней. Почему я это говорю? Потому что, ребята, где-то примерно уже месяца 4 назад я сдался. Все. Знаете, как говорится, я поклал мое оружие на пол. Или как там, я не знаю. То есть, все, я сдался. Я сказал себе, больше я не охочусь за PlayStation 5. Все. Потому что моих нервов не хватает, ребята. Потому что все свободное время. Будь то я на работе, будь то я дома, я постоянно охотился за этой консолью. Нигде ее не было. У меня столько нервов было утрачено. А потом, думаю, плюнул, все. И вот, слава богу, 4 месяца спустя у меня хлоп, попадается эта консоль. И слава богу, я увидел в понедельник перед тем, как я пошел спать, увидел вот эту новость от какого-то инсайдера. Большое ему за это человеческое спасибо, как говорится. Но он остается анонимным. Это понятно. Так что большое-большое ему спасибо. Ребята, в любом случае, я ее взял, вот она у меня. И теперь можно уже, собственно, начинать с нашим видосом понемножечку. Так что всем привет, кто сюда заглянул и пропустил все это интро непонятное. Ребята, сразу первое, что мне бросилось в глаза, это ее габариты. То есть я вам несколько раз говорил, что у меня у моих друзей, у моего племеша есть PlayStation 5. Но я не думал, что она такая падла здоровая. То есть вот Xbox Series X в коробке, холодильник так называемый. И вот PlayStation 5. Я вообще не знаю, как, почему она такая здоровая, ребята. То есть, вау. И самое интересное опять, вот сейчас понемножку начинаются у нас сравнения. Когда у нас вышла Xbox Series X и делали сравнение на YouTube с PlayStation 5, что она такая здоровая. И все, много людей, которые, знаете, заядлые фэны PlayStation, кем я не являюсь. Я не фэн Xbox, не фэн PlayStation. Я любитель Xbox. Вот так вот я себя описываю. Ребята, интересно, когда сказали, что какая же здоровая PlayStation 5, сразу прибежали люди и говорят, ну а как? Новая современная техника нуждается в месте. Ей нужно как можно больше места. И плюс охлаждение. Это все должно быть. Вспомните 2013 год, когда у нас вышла Xbox One 2013 года, да. Логично. А помните, что многие люди говорили? Это зачем такой здоровый видак? Почему он такой здоровый? Вы посмотрите, какая у нас PlayStation 4 маленькая, аккуратненькая. Но сейчас, конечно же, все меняется. То есть, вы понимаете, да, как устроен этот мир? И мне это очень прикольно. То есть, ни в коем случае, опять же, не выпад в чью-то сторону. Просто факты. Очень интересно. И я за собой замечаю, что как же все-таки хорошо, ребята. Я сейчас, может быть, как-то скажу какую-то эгоистичную фразу, но как же все-таки хорошо, когда у человека есть возможность сразу приобрести две консоли. И я всегда поступал так же, начиная с PlayStation 3. У меня появилось и Xbox 360, и потом и Xbox One, и PlayStation 4, и теперь уже Series и PlayStation 5. То есть, самое классное, когда у вас две консоли. То есть, вы смотрите на все эти войны консолей как-то со стороны. И иногда, знаете, меня просто улыбает, что на дворе уже 2022 год, и у нас продолжаются войны консолей. Постоянно говорят, что Xbox никогда не догонит PlayStation и вот это все. И мне просто интересно, что уже давно сказали Microsoft, что их конкурент не PlayStation. Не PlayStation. У Xbox конкурент это Google и все вот эти онлайновые сервисы. То есть, онлайн-сервисы это будущее. Игры-эксклюзивы это прошлое и уже далеко не настоящее. Потому что даже сейчас уже Sony, как вы знаете, дает свои эксклюзивные игры на ПК. Потому что все прекрасно понимают, как это все работает. Нам дают первые части Horizon и Богов войны на ПК. И, конечно же, думая, что люди побегут покупать PlayStation 5 для вторых частей. Но зачем, если можно еще годика-два подождать и поиграть уже на ПК в лучшую версию. То есть, классно, классно, что сейчас творится. Это офигенно. Ребята, самое, что я хочу сейчас с чего начать, так это с того, что как я вообще буду использовать PlayStation 5. То есть, для чего вы скажете, мне нужна была PlayStation 5. Я, как вы знаете, да, я early adapt, как сказать, их называют early adapt. То есть, я люблю, когда что-то выходит консольного и она сразу у меня. В этот раз так не получилось. И многие говорят, а зачем тебе, например, Xbox Series X, во что ты там будешь играть? Или зачем тебе PlayStation 5, во что ты будешь там играть? Ребята, для меня сегодняшние консоли это в первую очередь игра в старые игры. Как бы это сейчас смешно не звучало. То есть, для вашего понимания, на PlayStation 4 и Xbox 360, на Xbox One все было хорошо. Но некоторые игры шли плохо. Откровенно плохо. Или немножко плохо. И вот именно сейчас мы пришли к такому моменту, к такому времени, когда мы можем на актуальном поколении консолей поиграть в наши старые игры в лучшем качестве. И вот именно вот этот вот нюанс для меня интересен. То есть, для вашего понимания, я PlayStation 5 взял ни в коем случае, чтобы не играть в Demon's Souls. Я понимаю, это Next Gen, из-за него покупают консоли. Нет, мне Demon's Souls не интересен. Как и все Souls игры. Я люблю Souls игры смотреть в летсплеях, но я не люблю в них играть. Потому что у меня очень быстро теряется интерес к таким играм. Потому что, когда я сажусь играть, я люблю наблюдать в играх прогресс. Когда у меня в игре прогресса нету, из-за моих кривых рук, то я не могу в это долго играть. У меня очень ограниченное свободное время. Из-за этого, как я уже сказал, люблю игры с прогрессом. Я люблю восьмичасовой боевичок пройти и заняться следующим. Я не люблю делать одно и то же несколько тысяч раз. Из-за этого Demon's Souls, к сожалению, какой бы он крутой ни был, мимо. Я не являюсь также феном Spider-Man. Ни одной игры нет, вру. На Xbox 360 я прошел The Amazing Spider-Man первую часть. Во всем остальном, Spider-Man проходит абсолютно мимо меня. Что там еще осталось? Returnal. Ребята, я вас умоляю. Тут вообще что-то нужно говорить. Единственное, что я хочу на этой консоли поиграть из нового, это Gran Turismo 7. Мне не важен бог войны. Мне не важен Horizon Forbidden West. Мне интересно поиграть, именно по моему вкусу, мне интересно поиграть в Gran Turismo 7. Который был анонс уже в феврале, по-моему, или когда в марте 2022. Вот в это я хочу поиграть. Ребята, но как бы я хотел бы, как бы я бы хотел поиграть на вот этой замечательной консоли. Я думаю, что она замечательная консоль. Как бы я все-таки хотел поиграть в Killzone 2 по обратной совместимости? К сожалению, обратной совместимости у нас нет. Как бы я хотел бы на этой замечательной консоли поиграть в игру Gran Turismo 6? Обратной совместимости нет. Как бы я хотел бы поиграть в Resistance 3? Обратной совместимости нет. И напоследок. Это Бастион, который никогда не падет. Это, конечно же, мои самые любимые игры. То есть, для вашего понимания, Silent Hill 2 это моя самая любимая хоррор-сурвайвл игра. Но Ико и Shadow of the Colossus, а в этом случае Ико, это самая моя любимая игра, которая вообще когда-либо создавалась и в которую я когда-либо играл. Никакая другая игра мне не предоставит такие же эмоции, которые я испытал от прохождения Ико. Вот эта игра самая любимая в моей жизни. И я в нее смогу поиграть сейчас только на PlayStation 3. То есть, все вот эти игры, которые я вам сейчас показал, к сожалению, к моему большому сожалению, так и остались умирать в PlayStation 3 поколении. И как я уже много раз в моих видосах говорил, эти игры умрут с последней консолью PlayStation 3. Все. Никакой обратной совместимости, ничего. Может быть, Sony, как вы знаете, делает обратку по онлайну с какими-то сервисами. Но я уверен, что у нас никогда не будет обратной совместимости с дисков. То есть, взять, поставить, как на Xbox и играть. Многие из вас скажут, да, PlayStation 3 у нас абсолютно другая архитектура, что ты хочешь, там и сель, там и 8 этих ядер, там и сами разработчики-то не могли с ней нормально справиться. И да, ребята, я вас все поддерживаю. Но, для вашего, опять же, понимания, на Xbox 360 была точно такая же другая архитектура, как на Xbox Series X или на Xbox One, который, кстати, стоит вон там за PlayStation. То есть, и также была совершенно другая архитектура у Xbox Original, вон она стоит. Но, Microsoft взяли все силы в кулак, я не знаю, пожертвовали много-много часов времени на это, на все, и сделали нам обратную совместимость с Xbox 360 и Xbox Original. И как эта обратная совместимость выглядит? Вы берете диск от Xbox 360, вставляете в консоль и у вас скачивается именно адаптированная версия, так сказать, порт из интернета. Почему Sony не может нам сделать такой же аналог? Почему? То есть, я бы хотел, чтобы я взял бы вот эту игру, поставил ее в PlayStation 5 и нам бы с интернета, как в случае с Microsoft, скачалась бы уже, так сказать, адаптированная версия, адаптированный порт для нашей консоли. Почему так нельзя сделать? То есть, все сразу, когда я начинаю говорить про PlayStation 3, все мне говорят, у нее другая архитектура. Ребята, у нее точно такая же другая архитектура, как я уже сказал, как у Xbox 360 и как у Xbox Original. Но майки это сделали. То есть, консоль от Microsoft, это у нас теперь такой комбайн, который поддерживает все три поколения своих предшественников. То есть, Xbox Original, Xbox 360 и Xbox One. Xbox One у нас поддерживаются все игры без исключения. Xbox 360 большое количество и Xbox Original также большое количество, но, к сожалению, не все. Но как бы я хотел бы, повторюсь, увидеть обратную совместимость. И это моя надежда, ребята, что в скором будущем у нас был, вы знаете, анонс обратной совместимости как-то с PlayStation Now, с подписочным сервисом. И я почему-то очень-очень надеюсь, что Sony пойдет дальше, когда увидит интерес к старым играм. Потому что вы знаете, какие у нас сегодня игры. Far Cry 6, Assassin's Creed, они хорошие игры, но для молодежи. Все люди, кто выросли на PlayStation 1 и PlayStation 2 и PlayStation 3, они себе, вне сомнений, покупают PlayStation 5. Опять, пруф номер один, я. Что нам нужно? Нам уже люди, опять же, которые с PlayStation 1, этим людям уже далеко за 30. Ребята, в некоторых случаях людям уже под 40. И иногда даже 40, иногда даже больше. Эти люди любят старые игры. И они хотят играть в старые игры, помимо новых. И у нас нет никакой обратной совместимости с PlayStation 2 и PlayStation 3. Я уже про PlayStation 1 вообще не говорю, ребята. Понимаете, да? И вот у меня надежда, что Sony, после того, как, может быть, увидит спрос на PlayStation Now в каких-то регионах, может быть, сделает какую-то обратную совместимость, похожую с Xbox, где мы просто возьмем диск, вставим его в консоль и будем играть в игры. Ребята, это моя мечта. Это моя просто-напросто мечта. Вот этого я хочу увидеть на консолях от Microsoft. Но, ребята, к сожалению, как я и сказал, в эти PlayStation 3 игры мы будем играть только на PlayStation 3. Посмотрим, насколько это все затянется. Следующее. Ребята, что я хочу первым делом поиграть на вот этой замечательной консоли? Я всегда говорю замечательной, потому что, ребята, я уверен, что это замечательная консоль. Что я хочу поиграть? Я, конечно же, хочу поиграть в Killzone Shadowfall. Очень многие люди говорили, когда игрушка вышла в 2013-2014 году, я не помню, то есть это было релизное окно PlayStation 4, а может быть, даже и вместе с PlayStation 4 игруха вышла. Все говорили, что она какая-то не такая. Ребята, это последний эго-шутер, то есть шутер от первого лица, который был создан от Sony. У Sony был шутер, как вы знаете, от первого лица Killzone 1, 2, 3, Resistance, который я вам сегодня уже показывал. Это Resistance 3, 2, 1. У Sony в портфолио игр было очень много, или сказать много, это как бы я загнул, конечно, но было очень огромное количество игр First Person Shooter, которым очень многим игрокам нравилось. Сейчас же у Sony ни одного FPS нету, то есть шутера от первого лица. И вот что я хочу, я хочу вспомнить, как это было 7 или 8 лет назад уже в 2013 году и поиграть в Killzone Shadowfall на новом поколении консолей. Я прекрасно понимаю, что Sony, опять же, ребята, не как Microsoft, которые все свои эксклюзивные игры, которые у нас доступны по обратной совместимости, довели не только до 4К разрешения, а еще и добавили FPS Boost в некоторые из них. Не во все, конечно же. Sony, к сожалению, Killzone Shadowfall игнорит по полному. Ладно, у нас нет трилогии ремастера Killzone 1, 2, 3. Ладно, я с этим смирился, но надежда у меня все-таки еще, знаете, как говорится, не умерла. И вот я хочу поиграть без всяких патчей, без всяких ускорителей, потому что их тупо не было для этой игры. Я хочу просто на новом железе поиграть в Killzone Shadowfall. Для меня это очень-очень солидный проект, кто бы что ни говорил. Следующие, ребятки, я хочу, конечно же, на вот этой консоли поиграть The Order 1886. Опять же, ребята, игруха, когда выходила, ее никто не понял. Radio Dawn, это разработчик этой игры, планировал трилогию, но с трилогией ничего не получилось, потому что, да, как вы знаете, Sony нужны продажи, но эта игра очень плохо распродалась. И все говорили, что это такое, зачем оно нам. Но это, ребята, опять же, это был жанр, который немножко отличался от того, что мы видим. Здесь у нас псевдокино, но интерактивное кино. Я говорю из-за того, что кино, из-за того, что здесь графика настолько была высоча, я не знаю, высокого качества, которого я после этого не видел ни в одной другой игре на PlayStation 4. Вообще нигде. Так вот, это у нас шутер от третьего лица с прикрытиями, то есть cover-based шутер. Как, например, Division, как, например, Uncharted. И, к сожалению, игра продалась плохо, и мы не увидели продолжения. Я играл в эту игруху взахлеб. Все говорят, она короткая. Ребята, для людей, для рабочих, кто работает по 9 часов в день, и у них очень мало свободного времени, это прям, это благодать, когда игра идет вот так вот мало. Я ее прошел с удовольствием. Я испытал такие эмоции, которые я не испытывал со времен PlayStation 3, когда я играл в Killzone 2. Эта графика на PlayStation 4 для меня эталонная. Я сейчас говорю не про разрешение. Разрешение здесь очень низкое. Я говорю в первую очередь именно о графике. Это была настолько офигенно прорывная штука, но люди не поняли, и у нас нет второй части, ребята. Так вот, я хочу с удовольствием поиграть именно в Order 1886 на консоли PlayStation 5, потому что, к сожалению, эту игру, и вообще все, которые я вам покажу, мы не можем поиграть нигде на других местах, потому что это эксклюзивы, к сожалению. Следующее. Что я хочу пройти на вот этой консоли, это, конечно же, ребята, это Shadow of the Colossus, это ремейк вот этой вот игры, вот этой, сделанный Blue Point Games, то есть богами ремастера. Как вы помните, нам Shadow of the Colossus и Yiko сделали также Blue Point Games, как вы, может, вот здесь вот увидите. Видите? Они сделали нам сначала ремастер, и теперь уже нам сделали Blue Point Games полностью, полностью офигенный ремейк. Да, и, ребята, именно вот это я хочу и пройти. Еще знаете почему? Из-за ностальгии, из-за той ностальгии, что Sony вот за это, ребята, именно вот за это, будь она проклята, они закрыли Japan Studio. Именно вот эту Japan Studio, которая отвечала за уйму крутых проектов. Вспомните только Gravity Rush. Первую, вторую часть. Вспомните, опять же, те же самые Yiko Shadow of the Colossus. Это игры, которые были оригинальные. Они, каждая отличалась от предшественницы или от следующей игры, которая бы выходила от этой студии. У нас всегда были какие-то инновации в геймплее. Опять же, ребята, далеко ходить не надо. Это вспомните Gravity Rush. Какое-то управление в 3D-перспективе. Мы летали, и мы не знали, где низ, где вверх, где перед, где зад. Помните? Как же здесь было офигенно. У нас открытый, пустой мир, который люди не понимают и говорят, это не GTA. Где у нас машины? Где у нас квесты? Ребята, в том и прикол. То есть, такого мы больше не увидим, потому что Sony была не, как вам сказать, не удовлетворена продажами и закрыла нам Japan Studio. То есть, теперь у нас, как я уже много раз в моих видосах говорил, все новые игры в одном и том же сеттинге. То есть, я имею в виду, это у нас приключения от третьего лица в открытом или псевдо-открытом мире. Все. И вот на этой консоли PlayStation 5, я уверен, так и будет продолжаться новая игровая индустрия. У нас будут выходить одни и те же игры, только с подзаголовком 2, 3, 4, 5. Вы понимаете, да? И из-за этого я хочу на PlayStation 5 в первую очередь играть в старые игры. И вот Shadow of the Colossus это одна из этих игр, которых, к сожалению, как я уже и сказал, мы никогда не увидим что-то подобное. И, ребята, напоследок, что я хочу пройти на этой консоли PlayStation 5, это, конечно же, лучшая игра, лучший эксклюзив, по моему скромному мнению, для PlayStation 4, это The Last Guardian. Когда был анонс этой игры на PlayStation 4, я думал, я сплю, ребята. Потому что вы знаете, какой это долгострой. Он должен был выйти еще на PlayStation 2. Потом его перенесли на PlayStation 3. И потом это такой стал амбициозный проект, что каким-то образом его закопали, но благодаря Sony, благодаря той Sony, которая была в PlayStation 4 времени, вот этим вот разработчикам дали зеленый свет. И Japan Studio выпустила у нас вот такой замечательный ребята-шедевр, который я держу, и у меня трясутся мои руки, потому что ничего подобного в моей жизни я не видел. И вот когда мне люди говорят, что до Sony делает эксклюзивы, которых нигде нет, и вот именно, когда речь идет о вот таких вот играх, вот о таких, здесь я вас, ребята, поддерживаю во всех фронтах. Но когда у нас речь идет о Spider-Man'ах или Horizon'ах, ребята, этих игр, похожих на эти игры, у нас много, очень много. Так вот, The Last Guardian, ребята, насколько я знаю, игра также не получила никаких обновлений. Но вот именно из-за этого факта я хочу поиграть это The Last Guardian вот на этой консоли PlayStation 5. Ребята, я хочу вспомнить, как это было, потому что на PlayStation 4 Pro эта игрушка шла, это, я не знаю, это было хорошо, если она шла в 30 или 25 FPS. Очень много было просадок, очень много было каких-то непоняток. в начальном экране была очень такая продолжительная загрузка, разрешение было не совсем прикольное, вы знаете, вот этот Трико, это вот этот вот чудо-зверь, у него обалденные перья, и вот именно игре не хватает разрешения. Как бы я хотел, чтобы Sony взяла бы всю свою силу в кулак и дала бы фенам хороший 4К апдейт и 60 FPS на эту игру. Ребятки, как это было бы круто. Так что, вот в эти 4 игры я и собираюсь поиграть в мои, в мое первое знакомство с PlayStation 5. Так как, я повторюсь, ребята, этих эксклюзивов, к сожалению, нигде больше нет. Я бы с удовольствием поиграл бы их на консоли Xbox Series X, но их там нет. Так что, ребятки, вот для этого я и взял PlayStation 5. Но не только из-за этих 4, конечно же, игр. Я хочу очень-очень много пройти мультиплатформы. Почему на ней? Потому что та мультиплатформа, которую я хочу пройти, у меня есть также на Xbox, то есть не есть, а я могу ее приобрести. Но она там только в цифровом виде. Вы знаете мою, как сказать, мою систему коллекционирования. Я коллекционирую игры все, в первую очередь для Xbox Series X на дисках, но если игрушка не выходила на физическом носителе, я ее покупаю для PlayStation 4. И сейчас буду продолжать покупать на PlayStation 5. И вот на PlayStation 4 у меня собралась уже огромная коллекция игр, которые не выходили на дисках на Xbox. И вот в них я хочу поиграть. там очень-очень много игр, которые на PlayStation 4 Pro шли очень безобразно. В них разрывается экран, в них просадки в FPS. И вот я хочу сейчас взять и поиграть вот в эти игрушки. Самое интересное, я абсолютно не знаю не в теме, поддерживает ли по обратной совместимости на PlayStation 4 играх PlayStation 5 вертикальную синхронизацию. То есть для вашего опять же понимания на Xbox Series X, на Xbox One, Xbox One X, как работает обратная совместимость. Вы вставляете диск, у вас скачивается порт игры, он работает, и даже если игра, например, с Xbox 360 не поддерживала никаких патчей, апдейтов, она все равно идет лучше. Только из-за того, что в каждых играх, в каждых, без исключения, в каждой, в каждой, в каждой игре с Xbox Original, Xbox 360, Xbox One поколение включена вертикальная синхронизация по умолчанию. То есть у вас нет выбора ее отключить, она тупо включена всегда, потому что мощей у консоли хватает. И вот я очень сильно надеюсь, что эта вертикальная синхронизация будет также всегда включена и на PlayStation 4 играх, когда мы будем играть на PlayStation 5. Но здесь небольшая несостыковочка у меня. Вы помните, у нас был, я не знаю, презентация Sony, где Марк Сенри, или Марк Сенри, я не знаю, как его правильно называют, вы знаете, архитект PlayStation 5 и PlayStation 4. Он нам говорил, что все игры по обратной совместимости с PlayStation 4, PlayStation 4 Pro идут на консоли PlayStation 5 в Legacy Mode. Что обозначает Legacy Mode? Legacy Mode это не что иное, как один в один игрушка будет идти так же, как и на PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Для вашего понимания, я себе так представляю, я не знаю, как оно сейчас есть, я уже давно не следил за этим вопросом, мне предстоит с этим опять же в это во все окунуться, в это информационное, в это все информационное поле, но, как нам говорили на презентации, все игры идут в Legacy Mode. То есть, если у вас игра с PlayStation 4 или она была адаптирована еще или имела какие-то приколюхи для PlayStation 4 Pro, то на консолях PlayStation 5 она будет идти именно так, как она шла на тот момент на PlayStation 4 Pro или игрушка, которая шла без улучшений для PlayStation 4 Pro на PlayStation 4. И вот именно этого, ребята, я боюсь, потому что у нас новое железо. Почему бы его не использовать по-полному? Плюс еще очень большой, плюс, плюс еще очень большой минус вот этого самого Legacy Mode, то, что когда мы запускаем PlayStation 4 игру на PlayStation 5, то у нас железо PlayStation 5, оно даунгрейдится до того момента, до, я не знаю, как это вам еще сказать, до PlayStation 4 или PlayStation 4 Pro, если мы опять же играем в игру для PlayStation 4 Pro. Вот этого пункта я не пойму, может быть, опять же, ребята, я вам сейчас скажу, может быть, сейчас все по-другому, я не знаю, но у нас есть железо обалденное, современное, классное, у нее очень много, так сказать, знаете, лошадиных сил, но мы играем в PlayStation 4 или PlayStation 4 Pro, и у нас система автоматически превращается в PlayStation 4. Зачем? Вот на этом Xbox Series X это работает совершенно по-другому. Любую игру, которую мы играем по обратной совместимости, Xbox Original, Xbox 360, Xbox One, эта система, она не делает из себя ту консоль, для которой эта игра предназначена. То есть, для вашего понимания, если мы играем, допустим, в Xbox 360 игру, то консоль не превращается в Xbox 360, консоль остается Xbox Series X. И для Xbox 360 игры консоль предоставляет все возможности, которые только эта игрушка может себе взять. Полностью CPU на 100% использует, полностью график-карту на 100% использует. То есть, как я уже и сказал, здесь, когда мы играем в PlayStation 4 игру, приставка PlayStation 5 превращается в PlayStation 4. Здесь же, когда мы играем в Xbox 360 игру, консоль так и остается Xbox Series X. И здесь, из-за этого у нас включена вертикальная синхронизация, из-за этого некоторые игры у нас идут с FPS бустом к 60 кадров, ну и, конечно же, быстрые подгрузки. Здесь остаются только, насколько я знаю, ребята, это я сейчас ничего не читал, опять же повторюсь, как я думаю. Здесь у нас только быстрые подгрузки, и я очень сильно надеюсь, у нас будет включена вертикальная синхронизация. Очень надеюсь. Но, опять же, это не состыковочка с Legacy Mode, который нам был анонсированный. Так что, ребятки, я это, конечно, все протестю, не в этом видео, мы как-нибудь с вами соберемся и поиграем просто на PlayStation 5 в игры мультиплатформу. Посмотрим, как она идет. Как я уже много раз вам говорил, в планах у меня, когда я куплю PlayStation 5, вот я ее взял. Мы будем с вами тестить игры по обратной совместимости, но мы будем тестить не на God of War, на богов войны, не на Uncharted, не на Infamous сакансанах, нет. Этого футажа на интернете, я не знаю, на YouTube полно. Мы копнем поглубже, и мы будем именно смотреть на те игры, которые ой как сильно хромали на PlayStation 4 Pro, у которых рвался экран, которые очень плохо шли, и вот именно для этого мне интересно PlayStation 5 именно в этот день поиграть в старые игры и посмотреть, как они будут работать. Вот такое вот, ребята, интро. Да, я понимаю, 30 минут просидели, но, как я вам и сказал, только для хардкорщиков. Я буду смаковать, я буду использовать вот этот момент на 100%, потому что, как я уже сказал, это первая PlayStation 5 в моей жизни, и я хочу на 100% вот этот вот момент, знаете, как говорится, проценить. Ребятки, давайте будем продолжать. Итак, вот мы, в принципе, и дошли до самой распаковки. То есть, сейчас мы начнем распаковывать PlayStation 5, и я столкнулся с небольшой проблемой. С небольшой, большой проблемой. То есть, как вы можете посмотреть и увидеть, это реально, сколько за все это время, сколько мы с вами распаковывали на этом месте консолей. Это самая большая, самая габаритная. Да-да-да, мы даже с вами на этом месте распаковывали Xbox One 2013 года, так называемый видеомагнитофон, и он был намного меньше, даже в коробке. Так что, я не знаю, как это сейчас у нас будет все выглядеть, я столкнусь со множеством проблемами, но, как вы меня знаете, я лучше буду решать проблемы с их появлением. Что толку сейчас здесь сидеть и рассусоливать? То есть, давайте будем, я не знаю, импровизировать. Ребятки, сразу хочу еще также сказать, что, в принципе, на коробку мы смотреть не будем, вы ее видели уже в тысячах видосах. Наша задача сейчас распаковать все это дело, ребятки, да-да-да. Самое интересное, опять же, мне нравятся вот эти вот значки 8K, 4K, 120, HDR. То есть, HDR-то здесь есть, 4K здесь есть и 120 FPS где-то есть. Но вот 8K, как вы знаете, это только, я не знаю, вывод видео или что-то, то есть, 8K на сегодняшних консолях можно, может быть, в каких-то индюшателях, в каких-то играх типа Майнкрафта, но не более. Так что, это сугубо маркетинг, ребята. Так, ох, как же это неудобно, ребята, вы не представляете. Очень большая консоль. Так, давайте будем распаковывать. Ребята, очень душещипательный момент, да, PlayStation 5, впервые распаковка, ребята, убираем силды, хоба, убираем силы с этой стороны, хоба. Конечно же, прекрасно понимаю, что это далеко не последняя PlayStation 5 в моей коллекции, то есть, как вы знаете, я всегда беру по две, one to play, one to stay, но вот в сегодняшнем поколении, в актуальном, это, к сожалению, невозможно. То есть, да, мне удалось купить вторую Xbox Series X, но вот PlayStation 5 я не думаю, что в скором времени мне удастся купить вторую консоль. Так, и что теперь? Я не знаю, ребята. А, о, смотрите, как круто. Так, здесь больше ничего нету. В принципе, коробка с вот этими вот прикольными, я не знаю, изображениями PlayStation, нифига не это, не, как вам сказать, о, боже ты мой, нифига не фокусируется, но ничего. Так, 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 так. Теперь мы ее переворачиваем, коробочку, и здесь у нас просто открывалка. Раз, раз, и раз. О, что нас здесь встречает? Смотрите, какая-то штукенция. я не знаю, что это такое, но сначала оставим на потом и достанем полностью всю консоль, чтобы мы хоть как-то могли на это, на все недоразумение смотреть. И да, много раз уже вы видели 100% распаковку PlayStation 5, и в принципе это точно такая же, как бы сказать, оформление консоли, как это было PlayStation 2 времени, в то время, как это было с PlayStation 3, с PlayStation 4, и также PlayStation 5. То есть мы видим, лежит консолька и вот эти вот картонные штучки по бокам. Это неплохо, это... Это неплохо, но это не очень хорошо, ребята, если вы меня спросите. То есть, окей. Так, теперь самое главное, достать консоль оттуда, а она, насколько мы знаем, очень-очень большая. Вот сейчас, если упадет, ребята, будет классный видос. Фу, какая она здоровая и тяжелая. Так, сейчас, что же, что же, что же, тут кабель какой-то. Так, теперь мы убираем вот эту фишку и мы убираем вот эту фишку. Стоит, да, вроде стоит. Так, и душесчипательный момент, ребятки, по крайней мере, в моей жизни, это первый раз. Вот так вот, смотрите, запаковано, прикольно, да? Как это, я даже не знаю, вот приходите, например, как в российских деревнях, там, к соседу говорите, слушай, Василий, а заверни ко мне, я не знаю, мясца. И вот он 5 килограмм мяса вот в такую эту заворачивает. Ну, то есть, ну, ребята, ну, камон, ну, что это? Вот это. Ну, окей, ребята, я ни в коем случае не хочу здесь ничего этого, но просто, ну, ну, сравните, да, вот это с распаковкой и Xbox Series X. Так. И да, вот она консоль. Ребятки, я не буду бояться лапать ее руками. О, боже мой, какая она здоровенная, ребята. Какая она тяжелая и здоровенная. Нужно дух перевести. Даже камера не хочет фокусироваться. Но да ладно. Вот она. И да, ребята, кто бы что про дизайн не говорил, по моему мнению, он ужасен. Извините за такую правду, ребята, но дизайн он ужасен. Именно на мой вкус он вообще никакой. То есть, вот этот вот футуристичный лук, ну-ка, 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 вот так вот. Тут сразу у нас все, кому интересны всякие, я не знаю, детали, где консоль сделана, конечно же, в Китае. И я не могу ее долго держать. Она очень тяжелая. А ну-ка, если мы ее поставим вот так. Очень такое интересное впечатление, то есть, консоль мне напоминает мой роутер. Может быть, я в этом видео даже его вам покажу. Он у меня стоит под столом. И вот, роутер, он такой тоже белый, весь футуристичный. У него там такие антенки, знаете, ну-ка, прикольно. И вот, когда я вижу консоль, премиальная консоль, то есть, это пока она премиальная, потому что у нас нету версии, которая подешевле, слим-версии. Так что, я ее автоматически считаю за премиальную консоль. Так же, как, например, Xbox Series X это премиальная консоль, а Xbox Series S это уже стандартная консоль. Так вот, для премиальной, для премиального девайса, ребята, она выглядит, я не знаю, как, но я на нее смотрю с небольшой такой улыбкой. То есть, да, прикольно, но она прям всем своим видом, вот этим вот вызывающим видом, хочет бороться за место в вашем доме. То есть, если к вам придут гости или еще кто-то, она сразу на себя хочет весь, все взгляды, я не знаю, как сказать, завоевать, или, я даже не знаю, как это описать. То есть, как только к вам приходят гости, они сразу замечают PlayStation 5. Если даже стоит рядом Xbox Series X, Xbox Series X никто не заметит, потому что Xbox Series X это очень скромная, элегантная консоль. Это, это консоль выскочка, ребята, да, и именно такое ее делали, как вам сказать, разработчики Sony, потому что именно это они хотели показать, что вот посмотрите, какие мы. Прикольно, прикольно, ребята. Для меня, как вы знаете, стоит функционал на первом месте. Как выглядит приставка, это уже второстепенное, но если приставка выглядит как Xbox One X, если вы знаете такую консоль, то это офигеть, то по моему мнению, разработчики сделали все правильно. Если же консоль выглядит как Xbox Series X, то это вообще, это просто невероятный дизайн, который в первую очередь работает на охлаждение. Так вот, давайте дальше смотреть, ребятки, очень трудно мне это все вам показывать. ХДМИ вход, LAN, USB порта, и опять же, ребята, прошу прощения сразу, извините все меня за то, что я говорю все напрямую, но я не вижу смысла сейчас здесь лукавить, но сразу вы посмотрите на панель и вот на этот пластик. Ребята, этот пластик, если кто видел на канале распаковку PlayStation 3 Super Slim, но там была Super Slim уже удешевленная на ноль версия и здесь на PlayStation 5 у нас точно такой же пластик, вы посмотрите, посмотрите, вот на эти вот вокруг ХДМИ входа вот эти вот следы, ну вы понимаете, то есть премиальное устройство и вот оно как-то сделано ну непонятно, вот я сейчас первый раз вижу ее вот так вблизи, как я вам говорил, у меня их друзья есть, PlayStation 5 у моего племеша, но вот когда вблизи на нее смотришь, что-то она как-то и интересно выглядит, очень страшно подумать, как ее будут удешевлять, что нас ждет, когда выйдет PlayStation Slim, PlayStation 5 Slim, ребята, мне кажется, это будет от нас, так, смотрим теперь так, но опять же, ребята, как консоль выглядит, это все второстепенное, главное, чтобы у нас был отличный функционал, ну, окей, ребята, мы ее, собственно, распаковали, сейчас нужно переместиться, сделать по-другому ракурс, потому что я не вижу вообще никакого этого дальше вот так продолжать, и так, ребята, да, по-другому я никак не видел здесь вариантов снимать со штативом, так как это очень большая консоль, и она у меня реально ни в какие объективы не влазит, так вот, ребятки, сейчас я вам просто вот так вот быстренько покажу, как она выглядит вообще со всех сторон, ну, как-то, как-то так, конечно же, дисковая версия, по-другому никак, то есть, вы знаете, у меня коллекция всегда на дисках, я покупаю игры только на дисках, что я хотел еще вам сказать, что мне кажется, может быть, я не прав, но, короче, смотрите, у меня версия, сейчас я вам покажу, версия вот такая вот, и, судя по всему, это самая последняя версия, потому что мы прекрасно знаем, что консоли от Sony, так же, как и Xbox, не задерживаются в магазинах, из-за этого это самая последняя версия, насколько я знаю, и в первых версиях, может быть, мне изменяет память, может быть, что, но вот этот значок, он, по-моему, был цветной, сейчас он черный, то есть, там, на заднем плане, была какая-то наклейка PlayStation, здесь ее сейчас нет, и я не знаю, с чем это связано, может, может, забыли, может, ну да ладно, ничего страшного, и вот это, ребята, самое-самое, что мне не нравится, это вот этот вот лак, вы посмотрите, консоль только что из коробки, и уже вон сколько пыли, ребята, это от ТАС, вы посмотрите, видите, да, и это только консоль, которую я только что распаковал, то есть, вы видите, да, кстати, вот здесь вот, здесь правда какие-то эти нолики, или, да, смотрите, здесь, да-да-да, значит, правда, я видео у кого-то это видел, что здесь у нас, как оно называется, символы PlayStation, видите, кругляшочки всякие, ромбики, ну прикольно, так вот, я бы не хотел, чтобы вот этой штуки здесь была, я бы хотел, чтобы она из другого материала была, из какого-нибудь матового, или еще какой-нибудь, то есть, здесь теперь даже, если я возьму микрофаза, то есть, я не знаю, как это, этот называется, вот эта вот тряпка, и начну протирать, то вот эти вот, которые здесь уже пыль лежит, я ее начну втирать, и неизбежно появятся царапины, с первого же раза, вообще не имеет значения, какой вы тряпкой начнете протирать, начнутся быть царапины здесь, то есть, по-другому никак, так что лучше вообще не трогать, вот эту всю тему, но да ладно, ребята, я не могу к ней привыкнуть, она выглядит как мой роутер, она реально, белого цвета, это, ну, посмотрите, она вписывается в мой сетап, хоть как-то, мне кажется нет, и вот это вот, я не знаю, ребята, вообще, я уже, конечно же, по-другому этого не могло бы и быть, вчера, я уже заказал, фейс-платы, черного цвета, к сожалению, приду только завтра, я уже сегодня хотел с этим видео разобраться, но нет, приду только завтра, так что фейс-платы, что и такое, это вот эти вот, лицевые стороны, но черного цвета, завтра, вот на этом же месте, ребята, мы с вами поменяем, вот этот белый, вызывающий свет, цвет на черные платы, я надеюсь, если все пойдет так, как надо по плану, и у нас будет консолька, точно такая же, обалденная, как Xbox Series X, то есть она будет спокойненько, вписываться в мой интерьер, потому что вот это, это выглядит для меня слишком, слишком вызывающе, ребята, как-то так, теперь наша задача, подключить консоль, и посмотреть, работает ли она, я уже там протянул провода, которые я всегда, импровизорно протягиваю, когда мы распаковываем, на этом месте консоли всякие, включим, посмотрим, работает ли она, если работает, то все, видео удалось, и завтра мы его продолжим, как я уже и сказал, где мы будем переобувать консоль в черный цвет, ребята, продолжаем, но, ребята, перед тем, как продолжить, с подключением, у нас же есть еще вот такая штука, которую я достал, и вообще про нее забыл, а здесь же, как можно про это забыть, когда это, самая-самая офигенная штука, на которую ставит Sony, о чем идет речь, конечно же, о этом супер-супер-пупер джойстики, давайте будем смотреть, что это такое, так, сейчас я, с вашего позволения, здесь сам открою, вот так вот, вот с этой стороны, хоба, что у нас здесь, у нас здесь, как я могу посмотреть, собственно, сам джойстик, мы на него посмотрим, конечно же, этот подключатель в сеть, как он провод, и вроде бы больше ничего, или, это что, а, как же я мог забыть, подставка, ребята, тут же еще подставка, и шнур, так, шнур у нас, вот такой вот, ребята, то есть обыкновенный шнур, какие-то макулатура, которая нафиг никому не нужна, и, ребята, самая, самая непонятная часть, сетапа PlayStation 5, это, это вот это, да, то есть, я, интересно, мне очень интересно, когда я вижу вот такое, мне напоминает, чем-то консоли от Nintendo, вот эти Switch, вот это все, когда какие-то приблуды к нему еще даются, я не знаю, я знаю, что к Switch очень мало приблуд дается, но вот, когда я вижу вот такое, мне почему-то Nintendo Switch напоминает, то есть, ну, вы понимаете, я это все, конечно же, займусь вот этим всем завтра, когда мы консоль переобуем в черный цвет, так что сейчас я это убираю, так, и, конечно же, конечно же, нужно посмотреть на DualSense, и это первый раз, когда я его сейчас буду держать в руках, давайте посмотрим, такой ли он хороший, как все о нем говорят, так, смотрю, лежит в руках, удобней, чем PlayStation 4, но у меня большие руки, у меня неудобства, ребята, вот, вот эти вот пальцы, мизинцы, вот это должна быть немножко продолговатей, или как у Xbox, чтобы туда уходило, то есть, я держу, у меня мизинцы висят, видите, да, вот этот мизинец висит, и вот этот, то есть, я не могу захватить джойстик, то есть, для меня он неудобен, но, ребята, это чисто индивидуальный случай, потому что у меня, вы посмотрите, какие у меня руки-крюки, то есть, ну, вы видите, у меня очень большие руки, из-за этого у меня большие проблемы, например, с PlayStation 3 джойстиками, они маленькие, они для меня кажутся, как женские, или как детские, то есть, ну, вы понимаете, так что здесь я держу, прикольно, и на ощупь, ребята, чисто мое мнение, с Xbox Series X, никакое сравнение, опять же, индивидуальный случай, у меня большие руки, и джойстик от Xbox Series, к сожалению, я его сейчас не взял, он лежит где-то далеко, он у меня, именно в моем случае, лежит в моих больших руках, намного приятней, он, знаете, такое ощущение, даже не знаю, как сравнить, знаете, когда вы играете, например, в Tetris, и вы радуетесь, когда у вас попадает фигура, которая именно вам нужна, которая вот у вас, здесь такая палка, и вам в Tetris палка летит, вы ее раз в этот, вот в это вот, недостающее звено, хлоп, и у вас все Tetris начинают как бы исчезать, и вот такое чувство у меня каждый раз, когда я беру Xbox Series X в руки, то есть, мне нужно какое-то связывающееся звено, я не знаю, я беру Xbox Series X, и он как влитой, все, ничего не надо, здесь у меня дискомфорт, вот в этом месте, здесь пойдет, но такого прорыва, который все описывают, ребята, я не вижу, но опять же повторюсь, именно индивидуально в моем случае, со стандартными руками, или с маленькими руками, будет здесь удобно, я уверен, так что, как-то так, еще плюс, я смотрю, покрытие здесь, очень, очень гладкое, очень, мне кажется, будет неудобно, для долгих игровых сессий, и кстати, здесь, говорят, будет всегда, как сказать, будет забиваться всегда грязь, ну-ка посмотрим, если удастся мне показать, да, вот здесь, удастся показать, да, видите, да, вот эти вот, маленькие-маленькие символы, видите, опять же, кругляшочек там, вот это все, PlayStation символы, и как уже показывает практика, очень быстро все забивается грязью, для меня это не проблема, ребята, для меня главное, чтобы джойстик был удобный, и делал свою функцию, грязь можно всегда отмыть тряпкой, и все равно я собираюсь, конечно же, также черный джойстик купить, потому что у меня приставка будет черной, ну и, в принципе, здесь всякие, я не знаю, всякие, какие-то эти, ну, я не знаю, ребятки, ну, это вот такое чувство, что, некоторые места джойстик, вот, например, как вот эти кнопки, сделаны из такого же пластика, как задняя сторона PlayStation 5, PlayStation 5, то есть, вы помните, я вам показывал, то есть, очень непремиально, мне так кажется, ребята, опять же, сугубо индивидуальное, как это сказать, субъективное мнение, и вообще, я всегда говорю, субъективно, то есть, я не вижу смысла говорить что-то объективно, потому что, как я уже в моих видосах говорил много раз, ребята, я считаю, что объективное мнение, это как диктатура, кто-то сказал, что вот так вот объективно, значит, все должны так мыслить, я никогда в моих видосах не объективен, я всегда говорю субъективно, то есть, то, что нравится мне, и вот мне этот джойстик, он нравится, но не настолько, как все его хвалят, и плюс, стики, вот этот вот, сейчас я вам покажу, ребята, вот эти вот стики, здесь пипка, видите, я не думаю, что это удобно, на Series и на Xbox One, там вот такое вот впадинка, как вы знаете, и вот в ту падинку палец ложится, вот как опять, помните, опять же, это пресловутая история про Tetris, то есть, как влитой, секундочку, ребятки, чтобы опять же, знаете, не быть голословным, вот Series X джойстик, и вот видите, вот эту впадину, видите, вот эту вот, вот когда мы играем, у нас палец ложится именно в эту впадину, именно вот сюда вот, вы видите, да, и очень удобное чувство, очень удобное, плюс, вот эта вот асимметрия джойстика, она сделана не просто так, она сделана для удобства, и впервые, для чего эти джойстики были сделаны, это, конечно же, для FPS шутеров, то есть, шутеров от первого лица, то есть, и здесь, это опять же, ребята, плюс привычка еще, очень-очень долгая, потому что последние несколько лет я играю только на боксах, и, вы знаете, я не сильно большой фан PlayStation 3 джойстика, но вот PlayStation 4 джойстика мне вполне нравится, так что вот здесь вот я могу с уверенностью сказать, что вот эта пипка, она покруче, чем вот эта пипка, вообще, вот про что я говорю, ребята, смотрите, я беру вот этот джойстик, видите, вот я его взял, и вот на мизинце, видите, они прям, прям на конце, видите, да, то есть, у меня еще даже места-то нет, но все равно, и вот так прикольно, вот он влитой, ребята, он литой, просто, круто, чуть-чуть, вот здесь вот, вот, чуть-чуть подлиннее, чуть-чуть, и все было бы отлично, именно в моем случае, немножко неудобства, вот здесь вот, а тут все пойдет нормально, плюс, конечно же, много говорят, какие-то вибрации у нас стоят, супер-пупер, ребята, да, и именно из-за этого нам Sony дает встроенную игру Astro's Playroom, чтобы мы посмотрели на все эти фишки, и, к сожалению, все эти фишки используются в большинстве случаев только в эксклюзивах от Sony, это вполне нормально, да, но я не вижу в этом революции, как все говорят, то есть, да, это все круто, но некоторые люди и большинство людей отключают эти все вот эти вот свистопляски, потому что люди не могут нормально играть, особенно в FPS-шутеры, или даже знаю людей, кто в Spider-Man, в Человеке-пауке отключает все фишки, потому что становится неудобно играть, особенно вот эти вот адаптивные триггеры, которые вы нажимаете, а он не нажимается, и в шутерах иногда невозможно играть, например, в метро, вы хотите стрельнуть, а у вас какое-то сопротивление, это да, реалистично, но в игре это неудобно становится, так что, ребята, я не знаю, что меня ждет, просто вот первое впечатление, удобно, но не настолько удобно, как все говорят, то есть, и вот здесь вот, именно вот на этом, вот верхней, вот на этой части, мне чувствуется какое-то дешевизно, вот именно вот эта верхняя часть удешевлена, здесь все классно, здесь классно, да, прикольно, но вот эта верхняя часть полностью удешевлена, вот эти вот, вот эти вот, в следующих версиях я бы хотел бы видеть что-то поболее такое, я не знаю, то есть, ребята, когда вы нажимаете на боксе вот эти триггеры, это вы в рай попадаете, ребята, вы попадаете в рай, да, крестовина, да, она громкая, но, ребята, когда я нажимаю здесь на крестовину, я чувствую, что я сделал какое-то движение, и я чувствую, что мой джойстик зарегистрировал это движение, то есть, оно удовлетворяет вас, когда вы нажимаете вот сюда, это я просто говорю про то, что все говорят, он громкий, шут с ним, что он громкий, ребята, шут с ним, то есть, ребята, только CRSX, вот честно, мой, знаете, сейчас вот такое быстрое-быстрое, как сказать, conclusion, то есть, мое мнение финальное, CRSX тащит, джойстик я имею ввиду, так, следующее, ребятки, сейчас, да, мы уже наконец-то подключим эту консоль, блин, и посмотрим, работает она или нет, и так, мы сейчас на задней стенке, и, конечно же, начинаем подключать, начинаем подключать HDME провод, кстати, могу отметить, очень, очень легко и приятно, как бы это сейчас смешно не звучало, вошел вот этот провод, то есть, вот эти провода на любых девайсах, серия, с плейстейшенах, очень трудно входит, здесь же он прям, хоп, как литой вошел, вообще, круто, так, HDMI провод, у меня, как вы видите, я пользуюсь сейчас именно, как сказать, не сониковским проводом, но он такой же, тут 2.1, все как надо, так, мы включаем вот сюда, ого, нифига себе, включил сюда, еще бы попасть бы, ребята, попал, вроде бы да, попал, и, конечно же, интернет, чтоб все-все интернетные фишки нам прям сейчас закачались, да, мне, кстати, еще дали даже в этот месяц PlayStation Now, то есть, вы знаете, это стриминговый сервис, которого, к сожалению, нет на территории России, PlayStation Now я не пользовался, но, раз дали месяц, можно будет попробовать и посмотреть, что это за зверь такой, так что, ребятки, мы с вами сейчас подключили провода, и давайте, собственно, консоль сейчас повернем к нам передом, к лесу задом, как говорится, вот так вот, да, все, на коленке, ребята, опа, вот так вот, и, прямо сейчас включим и посмотрим, заведется ли она, так, в принципе, сетап готов, и теперь нам нужно просто это все дело включить, я, как вы знаете, никогда не включаю мои новые консоли с джойстика, а, конечно же, буду включать именно с кнопочки на панели, итак, прикольно, звук PlayStation 3, классно, а консоль-то слышно, ребята? Ого! Ого! Вот это тема, ребята, вот это тема, ага, нам, конечно же, пишут, что нужно подключить провод, давайте будем подключать провод, как ты назвала мою мать? Блин, ребята, секундочку, давайте уберем звук немножко, да, я даже от волнения забыл распаковать USB кабель, он лежал еще в упаковке, то есть, я его реально проигнорировал, и когда мы делаем, то есть, впервые включаем приставку PlayStation 5, нам нужно сконнектиться с нашим джойстиком, то есть, опять же, небольшое, как вам сказать, как оно называется, небольшое сравнение с Xbox, там вот эти вот шаги все пропускаются, так, врубаем в USB-C вход у нас вот здесь, вот секундочку, ну что вы, USB-C вход не видели, так, включил, и теперь хотят, чтобы мы нажали PS button, нажал, и у нас начинается, в принципе, обыкновенная настройка консоли, так, я поставлю на немецкий, ребята, знаете, что нервирует вот этот голос, он реально нервирует, то есть, была бы вначале какая-нибудь такая штука, чтобы, я не знаю, чтобы можно было бы отключить вот это все, вот это все, потому что я хочу здесь с вами поговорить, и именно оно меня отвлекает, сейчас секундочку, я голос весь выключу, все, выключил, так, ага, и, а, блин, вы же ничего не видите, ребята, а хотя оно вам надо, а, оно вам надо, давайте, вот так вот сделаем, вот так вот сделаем, может быть, я надеюсь, здесь вы что-то увидите, так, HDR анпасен, а я могу просто пойти вперед, ничего не анпасовая, то есть, я сейчас не хочу, если у тебя есть игра, то поклади ее сейчас, и пока ты будешь здесь свой первый сетап делать, то можешь заинсталлировать игру, и, ребята, да, у меня есть игра, и, у меня даже две игры есть, и у меня вот такая игра, как вы думаете, нет, это не Demon's Souls, и нет, это не какой-нибудь эксклюзив от PlayStation, нет, это Tormented Souls, то есть, обалденный survival horror, и это именно первая игра на PlayStation, так, давайте откроем, и сейчас, наконец-то, я смогу, когда покупать буду PlayStation 5 игры, на дисках, которых нет на боксе, то я уже смогу с вами делиться футажем, то есть, наконец-то, у меня появилась консоль, и теперь у меня ничего, никаких барьеров у меня нет, чтобы делать геймплей, в 4К 60 FPS для наших закупов, так, самое интересное, так как консоль у нас вот так располагается, то диск нужно втыкать вот так, насколько я знаю, так же, как на боксе, то есть, да, некоторые люди, я видел несколько раз на YouTube, ставят консоль вот этим вот, вот этой вот штукой, диском, кверху, и вставляют вот так вот диск, что, конечно, не идет, так что нам нужно диск, конечно же, взять вот так, и вставить в консоль, прикольно, вот это мне нравится, очень, очень, очень мягкий механизм, принятие диска, вот это, но громкий, только хотел похвалить, только хотел похвалить, но, ребята, не будем прикапываться к мелочам, громкость, она должна быть везде, на Xbox, она кругом везде, но, когда я смотрел видео на YouTube, все позиционировали консоль PlayStation 5, как бесшумное устройство, оно не бесшумное, так, следующее, ой, я даже не знаю, как вам это все, показывать вам, или не надо оно вам, давайте вместе со мной, быстренько сделаем сетап, первый проведем, пух, я могу это все потом сделать, а, да, окей, пусть будет, потом все равно, я 100% смогу на, как вам сказать, на фабричные настройки, это все сбросить, и уже спокойненько сам здесь посидеть, и все сделать, так, актуализируем, ну, давай, пусть у нас сейчас скачается апдейт, апдейт консоли, так, я не знаю, что происходит, но, ребята, короче, сейчас я опять вот это все поставлю вот так, я предлагаю сейчас сделать паузу, я это все, недоразумение, сейчас настрою, спокойненько, аккуратненько, и потом уже вернемся, когда, собственно, игра заинсталируется, и, кстати, мне интересно сейчас, я поставил диск, он инсталируется, и актуализируется прошивка, но теперь, если прошивка захочет сейчас сделать, ной штарт, то есть перестартовать систему, диск так и будет продолжаться, инсталироваться, или нет, я не знаю, ну, окей, посмотрим, ребята, так что, увидимся через некоторое время, так, ну, я, в принципе, здесь куда-то зашел, ребята, о, игрушка появилась на заднем плане, так, ребята, ребята, почему эта женщина разговаривает постоянно, ее можно как-нибудь выключить, почему это стоит по умолчанию, я не знаю, но эта женщина, она меня сбивает с толку, это, конечно, хорошо, это удобно, но не для всех случаев, то есть я люблю, как вы знаете, когда у нас есть всегда выбор, то есть включить или отключить, и вот почему эта женщина включается автоматически, я не знаю, я сейчас пока настраивал здесь кое-что, она меня достала на заднем плане, она не дает мне сосредоточиться, и постоянно нужно убирать ее, как вам сказать, по громкости, так, игра у нас 99, 98 процентов, как вы можете вот здесь вот посмотреть, так, сделано, окей, так, ребята, тон, заходим, и женщина, я тебя прошу, я тебя прошу, женщина, заткнись, ради бога, я тебя прошу, к чему, зачем, как ее отключить, ребята, как ее отключить, а, ладно, короче, сейчас я не буду это все делать, ребята, так, самое интересное, мне, конечно же, интересно посмотреть на, конечно же, место, я смотрю, менюшка полностью, как в PlayStation 4, то есть, ну, прикольно, тебе не нужно что-то, как-то переучиваться, и да, вот это вот самый-самый большой пункт, про который все люди говорят, это, конечно же, 667 гигабайт свободного места, ребята, это катастрофически мало в наше время, это катастрофически мало, даже одного терабайта, если мы берем Xbox Series X, да, там 800 чем-то этих гигов, но когда мы покупаем вот этот вот SSD, мы его включаем сзади консоли, у нас появляется еще там 930 этих гигабайт, и даже это суммарно, этих двух, я не знаю, терабайт SSD, нам мало, очень мало, и ребята, еще, что хочу сказать про PlayStation 5, может быть, вы этого не знали, но я обязан это сказать, так как вы знаете, я вам сказал, я вас вначале предупредил, какое-то видео будет, долгое, так, да, 667 этих самых гигабайт, как я уже и сказал, это катастрофически мало, но да ладно, ребята, короче, сейчас, как вы знаете, вышли для Xbox Series X еще SSD на 2 терабайта, то есть, вы помните, я покупал недавно, распаковка была на канале, такую, подождите, что я вам все на пальцах-то объясняю, вот такую вот штуку я покупал, помните, да, для Xbox Series X на 1 терабайт, стоит дорого, 220 евро, но да ладно, сейчас, 8 декабря, у нас вышли еще такие же expansion карты, теперь уже на 2 терабайта, и что вы думаете, если вы сейчас купите на 2 терабайта, вот этот вот SSD для Xbox Series X, то, ребята, у вас будет скорость SSD PlayStation 5, то есть, как вы знаете, на PlayStation 5 самый быстрый SSD, встроенный из актуальных консолей, и Xbox Series X почти в 2 раза медленнее, может быть, даже в 3 раза медленнее, то есть, не медленнее, а, как вам сказать, обыкновенный SSD, здесь навороченный SSD, но теперь у нас вышли вот такие вот карточки на 2 терабайта, и они теперь полностью могут достигать PlayStation 5 скорости, для вашего понимания, теперь вот эти 2 терабайтные штуки, если вы покупаете за 440 евро, да, это стоимость одной консоли вот этой, но все равно факт, если вы покупаете эту штуку на 2 терабайта, то у вас скорость будет так же, как и на PlayStation 5, то есть, будет достигать 5 гигабайт в секунду, круто, да, это просто, опять же, такой фэнфэкт, я вам сказал, что много будет сравнений в этом видео, что многие говорят, у PlayStation 5 зато есть SSD, ребята, на Xbox Series X теперь тоже есть SSD, если вы купите именно 2 терабайтную версию, не одной, как вот здесь, а 2 терабайтную, вот там будет скорость PlayStation 5, то есть, круто, теперь у нас что на Xbox Series X, скорости умопомрачительные, что здесь, но да, деньги, деньги, все упирается в деньги, так, ребятки, ой, какой я, блин, я, я не знаю, я все оттягиваю, оттягиваю, потому что, я не знаю, мне так интересно вот это все, где моя игра? Моя игра вот здесь, давайте запустим, запустим и посмотрим, первый раз, да, он мне, игра пишет, что поддерживает HDR, но у вас он выключенный, да, он у меня выключенный, потому что я не люблю HDR, да, может быть, вы скажете, ну, ты даешь, да, ребята, каждый человек играет по-своему, и я не любитель HDR, в некоторых моментах люблю, в других нет, так, давайте быстренько запустим, очень, очень слышно, конечно же, привод, но ничего страшного, так как мы игру заинсталлировали, как в прошлом поколении консолей, я уверен, через некоторое время, он замолчит, да, слышите, он замолчал, все, теперь у нас игрушка будет полностью идти с, как вам сказать, будет идти с диска, так, ну, в принципе, стартуем игру, и все, я, конечно же, да, сейчас не буду вам показывать игру, потому что здесь в самом начале, очень такая сценка неприятная, и, да, все работает, все нормально, ребята, женщина, женщина, пожалуйста, пожалуйста, женщина, женщина, угомонись, я тебя прошу, я все прощу, как говорится, угомонись, ребята, так должно быть, сколько я видео на ютюбе не смотрел с распаковками, кругом первое включение было без вот этой женщины, что это такое, почему она разговаривает со мной, то есть, это неплохо, но оно мешает мне сейчас, вот именно в данный момент, ладно, черт с ним, короче, ребята, все работает, как вы можете посмотреть, все работает, все отлично, все запускается, то есть, я, конечно же, сейчас не буду сидеть играть, это мы все сделаем в других видосах, прикольно, к этому джойстику я до сих пор не могу привыкнуть, то есть, мне не хватает вот здесь вот еще одного сантиметра, этот вот щасает, да, ребята, здесь не хватает у меня пару сантиметров, не у меня, а у джойстика, поняли, да, вот такой вот я шутник, так, и если бы здесь было бы подлинней, было бы прикольнее, я не знаю, а так, ой, 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 я же забыл, что правда, все, ребята, знаете, что я сделал, я отключил на полную звук, теперь мы с вами, вот в этой интимной обстановке, сможем посидеть и понаблюдать за нашей консолью, PlayStation 5, так, я все отключил, слава богу, теперь я не слышу эту женщину, ну, в принципе, меню, ребята, я сейчас не буду здесь что-то сидеть, из пальцев высасывать, про меню, меню, как и в Африке, меню, то есть, я в меню, что на Xbox 7, я не провожу полжизни в меню, то есть, я захожу в меню, чтобы что-то, запустить какую-то игру, или может быть поставить там, другой язык, и все, то есть, меню, я не знаю, все говорят, вот на PlayStation 5 лучше, нет, на Xbox лучше, ребята, я не могу вам с уверенностью сказать, где что лучше, потому что, я не играю в меню, я играю в игры, так что, меню, извините, но в моих видосах, я не буду отцентрировать на это большое внимание, вот, нужна игра, я игру запустил, все играю, но, конечно же, буду сначала все настраивать, это я уже без вас сделаю, ребята, в принципе, вот такая вот у нас PlayStation 5, как вы можете посмотреть, да, я к ней понемножку начинаю привыкать, но, я сейчас привыкаю к ней вот в таком белом цвете, а завтра еще, как я сказал, придут фейс-платы, мы их поменяем, так что, ребята, как говорится, давайте скажем, добро пожаловать, PlayStation 5, в мой сетап игрушек, теперь она будет стоять здесь, круто, и под конец видео, конечно же, ребята, я не смогу этого сделать, давайте-ка сравним размер с Xbox Series X, и вот так вот это выглядит, ребятки, да, как вы можете посмотреть, Xbox Series X немного поменьше будет, что в ширину, что в высоту, да, то есть, ну, вы знаете, Xbox Series X, она более такая компактная, я имею в виду, она больше выглядит, как небоскреб, в принципе, это тоже выглядит, как небоскреб, но она очень-очень продолжительная, вглубь PlayStation 5, но ничего страшного, у меня есть для нее место, повторюсь, когда я планировал мою вот этот сайдборд, или лоуборд, как хотите, так и называйте, я, конечно же, это все учел, так что прикольно, прикольно, и, ребята, скажу вам честно, вот сейчас вот первые вот мои эмоции, то есть, что мне понравилось, мне понравилось, что приставка теперь намного быстрее, чем PlayStation 4, это круто, то есть, по меню видно, как инсталируется игра, как инсталируются, как сказать вам, системные обновления, все круто, что мне еще понравилось, это как принимает, диск, вот этот вот привод, принимая диск, он прям аккуратненько берет у вас его с рук, знаете, как может быть, если кто-то, у кого-то есть в коллекции Nintendo Wii U, вот точно такое же, то есть, Nintendo Wii U, вы когда включаете, или, я не знаю, берете диск, и вставляете в Nintendo Wii U, она прям, знаете, как очень нежно забирает у вас его с рук, на Xbox Series X, вы включаете, оно прям, туда залазит, как знаете, также на Xbox One X, как на Xbox Series X, прям берет, прям резко, здесь аккуратненько она его захватывает, все нормально, вот это понравилось, не понравилось, не то, что не понравилось, а немножечко, прикольно, что привод громче, чем на Xbox Series X, хотя я почему-то думал, что на Xbox Series X привод громче, мне кажется, здесь погромче будет, плюс консоль, ребята, сама, она громче, чем Series X, то есть для вашего понимания, Xbox Series X, она действительно, она, как вам сказать, вы ее когда включаете, и даже играете в игры, она бесшумная, то есть у нее, вот эта вот, я не знаю, система сделана так, что вы ее не слышите, здесь, я слышу, что консоль включена, сейчас, конечно, ничего не происходит, у меня заряжается джойстик, потому что, ну, по-другому никак, здесь постоянно нужно джойстик заряжать, я, конечно же, придумаю опять какую-нибудь приблуду, второй джойстик, я не буду ни в коем случае покупать, как многие пишут, зачем ты так извращаешься, купи новый джойстик, и у тебя будет круто, нет, ребята, я не хочу ничего покупать, у меня один джойстик, вот его я буду всегда заряжать, просто вот это вот, непотребство, мне не нравилось уже в PlayStation 4, то есть, я лучше возьму батарейки, заменю, и играть буду дальше, у меня всего есть 6 батареек, я вдвое, в две батарейки играю, потом, когда у меня батарейки садятся, я просто ставлю новые две, и пошел, мне не нужно вот эти вот, танцы с бубном, но да ладно, это чисто такое, знаете, небольшой плюсик Xbox Series X, по моему мнению, так что, консоль, я слышу, она намного тише, чем вонтову недоразумение, ребята, она намного тише, чем вот та PlayStation 4 Pro, как я хотел от нее избавиться, и сейчас вот пришел момент, когда я смогу PlayStation 5 подключить, как мою самую главную консоль, и PlayStation 4 Pro просто забыть про нее, как про страшный сон, я ее, когда включаю, даже в меню, она настолько громкая, она новая, нулевая, на ней нету никакой пылинки, у нее термопаста еще та же самая, то есть я много раз слышу в интернете, в интернетах, поменяй термопасту, ребята, я консоли, в консолях за все вообще существование консоли, не поменял термопасту еще ни на одной консоли, потому что, как сами Microsoft, и как сами Sony говорят, консоли это такая, такой девайс, который рассчитан на несколько лет, и не входит в ваши, так сказать, обязанности, менять термопасту на ней, да, вы можете протереть пыль или еще что-то, но термопасту менять не советует вообще никто, и в моем случае, никогда, ни на одной консоли, за все мое время, не поменял термопасту, так что, и здесь я этого не буду делать, но вот, наконец-то, PlayStation 4 Pro я могу забыть, как страшный сон, все, теперь вот эта вот красавица, красавица, занимает место PlayStation 4 Pro, ребята, круто, вон туда, повторюсь, она встанет, вон туда вот между колоночкой, это колонки, я, конечно же, буду в скором времени менять, потому что, ребята, я все-таки понял, что сетап, да, хороший, но вот звук надо менять, потому что не то, что он мне не нравится, из-за того, что он уже стал, ребята, старенький, он у меня не, ну, не входит в мою систему, у меня все черное, и, конечно, у меня есть серебряные здесь какие-то мотивы, но вот центр надо убирать, по-другому никак, консольку поставлю, конечно же, тоже куда-нибудь сверху, Xbox Series, или еще куда-нибудь, так что, ребята, это все я сделаю, я не знаю, какой-то влог уже начался здесь, хотя я влоги не делаю, но я вас предупредил вначале, что это будет очень-очень долгое видео, ребятки, пока, пока, вот именно вот так вот, с первого взгляда, для меня это просто новая консоль, то есть, новая железа, на котором я хочу с удовольствием поиграть в мои старые игры, то есть, я в первую очередь консоль беру не для эксклюзивов, а чисто для игр в старые игры, как бы это смешно сейчас не звучало, ребятки, и в принципе, давайте увидимся с вами завтра, когда придут черные платы для PlayStation 5, и мы вместе с вами эти платы, я не знаю, поменим, и у нас будет черная консолька, вот это будет классно, так что, ребятки, до завтра. Итак, сейчас уже 30 декабря 2021 года, то есть, прошел день с прошлого видео, не с прошлого видео, а с прошлого сегмента, как я записывал прошлый отрезок к этому видео. И, да, пришли фейс-платы, кстати, когда я говорю фейс-платы, мне нужно обязательно сделать такую паузу, потому что фейс-платы, слово очень похоже на немецкое слово, у нас есть точно такое же почти слово, которое звучит как фест-плата. Что такое фест-плата? По-немецки это жесткий диск, и вот, когда я говорю фейс-платы, то есть, лицевые стороны или лицевые платы, мне нужно обязательно сделать такую паузу, но это просто такой фэн-фэкт, Ребята, потому что я смотрю, это видео уже превращается в нечто, что-то наподобие влога, уже не просто распаковка, а мы сидим здесь уже второй или даже третий день, так что, короче, уже все равно, как говорится, знаете, все полимеры потрачены, теперь можно сидеть до победного. Ребята, короче, как я уже сказал, эти фейс-платы пришли, но перед тем, как сейчас нашу консоль переобуть в черный цвет, я, знаете, я вчера весь вечер с ней сидел, и я все не могу привыкнуть к ее габаритам, и мне так стало интересно сравнить ее с самыми большими консолями, которые у нас только были, это, конечно же, PlayStation 3 FAT на 60 гигабайт и Xbox One 2013 года, и прямо сейчас я хочу это обязательно сделать. Вуаля! Да, ребята, вот оно, вот оно, вот оно, вот так вот оно и выглядит. То есть, я всегда почему-то думал, у меня было такое поверье, что PlayStation 3 на 60 гигабайт, которая, кстати, вы помните, это самая первая ревизия европейская, которая поддерживает обратную совместимость с PlayStation 1, PlayStation 2 играми на аппаратной основе. То есть, здесь не какие-то эмуляторы, не софтварное какое-то предложение, а именно аппаратная обратная совместимость, которую Sony, к сожалению, в PlayStation 3 Slim и Super Slim выпилили, оставили только софтварную поддержку игр PlayStation 1. Ну, видео не об этом, ребята, не будем туда сейчас далеко уходить. Вы посмотрите, PlayStation 3 на 60 гигабайт и PlayStation 5. О-ма-гад! Какая же плойка пятая все-таки здоровая! Ну, просто вообще, вы посмотрите. Класс! Так, и теперь сейчас посмотрим, конечно же, как выглядит по сравнению с этим всем недоразумением Xbox One 2013 года. Вуаля! И Xbox One 2013 года. Ребята, никогда не поверите, я никогда сам не сравнивал никогда вживую эти консоли, но вы посмотрите, оказывается, Xbox One 2013 года, она немножко выше, то есть, и даже по длине длиннее, чем PlayStation 3. То есть, теперь я прекрасно понимаю, почему в 2013 году все обзывали Xbox One 2013 года, опять же, да, логично, обзывали здоровым видеомагнитофоном. И, блин, ну это вообще, ребята. И все равно, PlayStation 5 больше всех. То есть, теперь официально, ну, конечно, да, на моем канале я могу сказать, теперь официально я могу сказать, что PlayStation 5 это самая здоровая консоль за все время существования PlayStation и Xbox'ов. Я, к сожалению, не знаю вот эти вот всякие Amiga там, вот эти Commodore, вот эти вот компьютерные псевдо-приставки или, может быть, даже я, короче, я говорю, я там, я ноль. Я туда даже не буду, короче, сейчас затрагивать эту тему, но вот именно PlayStation и Xbox поколение, вот эта вот самая здоровая консоль PlayStation 5, ребята, это вообще, это неплохо. То есть, не подумайте неправильно, это неплохо, просто факт очень такой прикольный, что самая большая консоль и многие люди сейчас на YouTube говорят, а ничего страшного, абсолютно ничего страшного. Но, повторюсь, когда выходил у нас в 2013 году Xbox One, все говорили, как можно, что это за дизайн, почему он такой здоровый, нельзя было сделать поменьше. Класс. Короче, ребята, все. И сейчас мы уже непосредственно будем ставить, так сказать, наши фейс-платы. Опа как! Вот такая вот штучка пришла из... Из Китая. Ну, конечно же, не из Китая, я заказал вот эти вот черные матовые фейс-платы, так называемые, для PlayStation 5 у нас на Амазоне. Их огромное количество у нас, где-то 5 или 4 разных наименований я выбрал вот эти, потому что у этих были пересылка через Амазон. То есть, вы знаете, Амазон занимается помимо своей продукцией, которую Амазон рассылает именно со своих складов, еще в Амазоне есть другие же перепродаватели, так сказать, продавцы, которые продают со своих складов. И Амазон просто с ними работает. И вот именно вот эти вот фейс-платы были на Амазоне. То есть, я вчера заказал, сегодня пришли. Так что, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Вот такая штучка. И сейчас вместе с вами я впервые буду их смотреть вживую. Так, здесь у нас вот такие вот закрывалки. Здесь у нас также закрывалка. Так, все это открыли. Куда бы мне поставить, покласть этот ножичек, чтобы не сесть на него, знаете. А то будет неприятно. Так. Хоба! Ребята, да. И у нас здесь вот такая вот, вы посмотрите, инсталляция. То есть, installation guide. Сначала нам, конечно же, да, нужно убрать фейс-платы с приставки. Если она у вас уже была в употреблении, так же вы можете попутно ее почистить от всякой пыли. Ну, окей. И, в принципе, да. Я вот этим пользоваться не буду, так как благодаря, знаете, как говорится, YouTube. В наше время очень много всяких, всяких туториалов. Я уже, конечно же, посмотрел парочку. И здесь, в принципе, ничего сломать нельзя. То есть, если я что-то сломаю, то могу официально сказать, у меня руки крюки и растут не из того места. И у меня две левых руки. Прямо сейчас на ваших глазах мы и протестируем, как у меня, что за руки. Здесь еще какая-то, я не могу понять, ну какие-то... А, китайский какой-то магазин. Если пришло что-то не то, то я могу на них наругаться. Так, или поругаться, как там говорят. Так, что я вижу здесь? Я вижу здесь первая плата. Индивидуально запакованная, как вы видите. Ну, давайте это откроем. Хлоп. Запаковано, конечно же, чтобы не было царапин. И вот так вот это выглядит. Прикольное матовое покрытие. Остаются пальцы, но резко уходят, как вы видите. И вот именно вот это мне нравится. Вот из такого материала, я считаю, должны сделаны быть все консоли. И да, конечно же, есть большой минус вот в этих вот фейс-платах. Потому что, как вы видите, ребята, здесь нету никаких вот этих вот, я не знаю, филигранных таких маленьких символов PlayStation. Но на которые, если честно, мне с большой колокольней, ребята, вот честно вам скажу. Так, это первая плата. Первая плата, как говорится, пошла. Смотрите, прослоечка картонная, чтобы, не дай бог, они по дороге не соприкасались. Очень-очень хорошо запакованная. Я прям... И мало того, ребята, смотрите. Оно запаковано. Да тут еще и у нас вот такая вот прослоечка. Посмотрите. Это прям вообще. Конечно же, для вашего, опять же, ребятки, понимания... Не жеребятки я. Нет, я вас не называю ни в коем случае жеребятками. Я просто говорю, жеребяты. Вы можете, конечно же, заказать совершенно другой цвет. Красный, серо-буромалиновый. Все-все-все. Золотой. В ромашку, в клеточку. Все, что хотите. То есть, здесь насчет этого, насчет этого, кастомизация PlayStation 5 очень легка. То есть, вообще, вот эти платы, ребята, кстати, еще я не сказал цену, я их взял за 40 евро. Они у нас продаются по сорокотнику. И вот она плата, которая, в принципе, куда у нас вставляется сам вот этот вот... Ну, диск, дисковод. Круто. Так. Это, конечно же, все уходит. И вот у нас две платы, ребятки. И сейчас... Круто. Переходим непосредственно к разборке PlayStation 5. И вот она, в принципе, PlayStation 5. Наш пациент. И вы знаете, что мне кажется? Мне кажется, что... Посмотрите, здесь я вижу два черных пятна. То есть, это болезнь, которая была в первых ревизиях, так и осталась на PlayStation 5 в новых ревизиях. То есть, для вашего, опять же, понимания, вот пятно и вот пятно. Вот где мои два пальца. То есть, эти пятна, я не знаю, вот, видите, да? Видите? Вот сейчас вот отчетливо видно. Вот оно и вот оно. До сих пор эта болезнь присутствует. Почему? Я не знаю. Нельзя пойти в фабрику, где это все делается, и сказать, ребята, у вас PlayStation с черными пятнами. Ах, я не представляю, как, короче. Так, окей. Ребята. Так, насколько я помню, поддевается, то есть, нам нужно поднять крышки именно с задней стороны. Вот задняя сторона, сторона, и именно где эти части сужаются. То есть, вам не нужно запоминать левая или правая сторона, просто задняя часть сверху. Здесь поддеть, здесь поддеть. Так. Ребята. Во-первых, я стою здесь на коленках, в согнутом таком режиме, так сказать. И плюс я сейчас буду разбирать консоль, которую только вчера купил. Здесь может, в принципе, многое пойти неправильно, но я не думаю. И, кстати, на всех видео, у людей, кто открывает вот эти платы, сразу после того, как эти платы убираются, здесь появляются царапины на самой консоли. Посмотрим, у меня появятся эти царапины или нет. Очень интересно, ребятки. Так. Походу, что-то сломал. Походу, что-то сломал. Не, ничего не сломал. Просто, оказывается, да, нужно реально приложить усилия. То есть, не бойтесь тянуть, когда вы тянете, и вам кажется, оно не работает. У меня консоль подсунули другую. Нет. Реально, я сейчас побоялся, но потом думаю, ничего страшного. Если я даже здесь все переломаю, она мне нафиг не нужна, вот этот белый цвет. Его можно перекупить. Конечно же, без вот этих вот крутых, как вы знаете, символов PlayStation. Так, первая ушла. И сразу, пока мы здесь, я вам хочу показать, что да, вы можете, конечно же, когда вы ее будете разбирать, сразу можете здесь почистить все вот это. Вот здесь, кстати, ставится SSD. Может быть, в ближайшее время я туда поставлю терабайт 2, не знаю. Посмотрим. Потому что я не сильно собираюсь вот эти вот... Не то, что не сильно не собираюсь, а не... Блин, да как это построить мне предложение, да, на русском языке, ребята? Немного игр на PlayStation 5 сейчас, которые требуют именно наличия SSD. То есть, конечно же, все эксклюзивы, которые сейчас выходят, они требуют SSD. Но этих эксклюзивов, как вы знаете, не так-то много. Так что все существующие залезут сюда запросто, я думаю. Так, теперь. Самое интересное, ребята. Самое-самое интересное. Теперь нужно сделать ту же самую операцию, только совершенно с другой стороны подойти к этому. И вот сейчас я не знаю, как мне это сделать. Хотя вот она легла. По-моему, все. Да? Нет. Нет. Легла неправильно. То есть, нужно как-то попасть... По-моему, сейчас все. Нет. Вот теперь все. Вот теперь все. Да. Да, теперь все. Отлично. Я сейчас смотрю, что... Да, все отлично. Ничего не отходит. Это, конечно, я потом все протиру. Сделаю презентабельный вид. Да, все нормально. Так. Следующая. Теперь эту сторону. Так. И я теперь помню, да, что усилия нужно прикладывать нереальное. Так что не боимся, ребятки. Вообще легко. Вот эта сторона вообще легко отходит. Очень легко. Кстати, ну-ка. Где-то все делается. А делается это все недоразумение на Foxconn-фабриках в Китае. В принципе, как и все остальное. Круто. Круто, круто. Так. И теперь эта плата... Оу. А теперь-то я не знаю. Вот так, да? Вот так. Или? Да, вот так. Хотя... Ребята, не совсем уверен. Как? А, сюда войдет и сюда войдет. По-моему, да. Сейчас посмотрим. Сейчас будем смотреть, ребятки. Вместе с вами, как говорится, я тоже здесь впервые. Вот с этой стороной вообще проблем никаких нет. Ну, прям, знаете, как будто... Как себе домой зашла. Отлично. 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 Так. А вот эти вот белые платы, ребятки. Вот эти белые. Мы можем, в принципе, запаковать. Так. Так. Где наша супер-пупер коробочка. Кладем сначала эту. Потом, как у нас было запаковано, прослоечка. Потом еще одна прослоечка. Я, кстати, сейчас только заметил, что у меня как-то неправильно микрофон висит. Так что, ребята, очень сильно извиняю вообще за все, что происходит в этом видео. Но по-другому никак. Так. И даже вот это вот все мне не понадобилось. То есть, сам все сделал. Не поцарапал и ничего не сломал. То есть, руки, ребята, у меня растут, в принципе, с правильной стороны. Могу это официально подтвердить. Так. Потому что много раз, повторюсь, видел на YouTube, когда люди делали вот эту махинацию с приставками. У них очень много поцарапин было. Черт с ним. Это сделал off-cam. И, ребята, сейчас мы посмотрим на наш результат. И вот это, ребята. Вот это уже мой стиль. Да. Вот это уже мой стиль. Я обожаю черный элегантный цвет. Он, я не знаю, он подходит в любой интерьер. И я всегда считаю, что, и считал, что белый современный цвет в интерьерах, в домашней технике, он слишком современный, хайповый и молодежный. Я не отношусь ни к одному из этих критериев. Так что я всегда предпочитаю именно черный цвет. И вы посмотрите, как это все круто. Кстати, да, может быть, самые-самые глазастые из вас увидели, когда я ставил плату. Одну я защелку не прицепил. Так что мне пришлось вот эту плату еще раз одеть. То есть вот здесь вот где-то или с той, или с той стороны защелка была не одетая. Так что мне пришлось ее заново поставить. Но, короче, могу сказать, что замена вот этих фейсплатов, это вообще, это можно одной левой рукой делать. Круто. Так что, ребятки, да, теперь, конечно же, нужно купить джойстик. Но проблема в том, что эти джойстики сейчас нигде не купить. У нас, сейчас я вот так вот уберу. Вот такой вот джойстик я хочу взять. Он у нас на Амазоне стоит 60 евро. Но он разобранный. Его нету, как вы можете посмотреть. Его нету. Так что я бы хотел вам сейчас презентовать вот в этом видео именно джойстик и консоль. Но, ребята, как я уже сказал, его, к сожалению, не купить. Так что буду ждать. Но, ребята, в итоге, фу, как я сейчас... Ох, нужно перевести дыхание. Как я здесь заморочился сейчас, знаете, на коленках ползал, ползал, как этот. Ну да ладно, что не сделаешь для... Или из-за PlayStation 5. Ребята, в принципе... Давайте еще сейчас задний план, наверное, уберем. Да, чтоб я с вами подосвиданикался. Ребята, PlayStation 5, наконец-то она у меня. Переобутая, переэтованная. Сейчас я ее поставлю на свое место и сделаю финальный кадр. И вот так вот, ребята, оно выглядит. Я, конечно, сейчас еще провода не подключал, как вы видите, сзади, но я это все сделаю. Опять же, да, теперь уже мой музыкальный центр, который мне подарили на 18-летие. Да, он со мной до сих пор. И когда-то нужно, конечно же, от тех вещей, которые нам любимы и дороги, отказываться. Потому что в один момент они просто не подходят к вашему современному сетапу. И как бы я не любил звук вот этого музыкального центра, ламповый еще с тех времен, от него нужно будет отказываться. Так вот, ребята, конечно же, колонка будет убираться. Сюда будет ставиться что-то маленькое или вообще без колонок. Может быть, как-то здесь без проводов. Но это уже будет моя, знаете, как говорится, забота. И может быть, я не обещаю, но может быть, я сделаю опять же что-то типа видеовлога. Когда я, помните, как я собирал вот этот сайдборд, вот этот вот, может быть, сделаю тоже что-то похожее. Но, ребята, да, видео у нас получилось, конечно же, очень затянутое. Но я вас сразу вначале предупредил, что я не буду делать просто банальную распаковку. А я буду здесь, как говорится, делать все досконально. И, ребята, как же она выглядит, вот этот вот черный цвет просто вообще. Как он мне нравится, ребята. Это что-то с чем-то офигенный. Вот теперь действительно он смотрится со всеми консолями. Это круто. Ребятки, обязательно я еще куплю вот этот вот джойстик. Как только я его куплю, будет офигенно. Потому что белый DualSense, он сейчас не подходит. Ребята, ну и на этой, я не знаю, веселой ноте я хочу с вами попрощаться. Большое спасибо, что вы были со мной. Всех, конечно же, с наступающим, я не знаю, с наступившим Новым Годом. Смотря, когда вы это видео смотрите. Увидимся в 2022. Ребята, не болейте, всем здоровья. Я не знаю, всего-всего. Чао. Ребята, небольшой бонус, так как платы китайские. И я заметил вот такой вот, вот такой вот неприятный косичок. Вот здесь вот вы, может быть, это увидите. То есть, видите, да? Вот так вот я вам сейчас покажу. Вот такой вот изъянчик. Да, китайцы, как всегда, в своем репертуаре. Но, ребята, скажу вам честно, мне по барабану. Я сейчас, когда вот обтирал приставку, смотрел, все ли нормально, я наткнулся вот на такой косичок. То есть, царапин нету, но вот такой вот небольшой изъянчик. Так что, вот так вот его видно. То есть, вот так вот. Вот он, изъянчик. Видите, да? Ну, скажу честно, по барабану. Я уже намучился с этой консолью. Теперь хочу просто забыть про нее. Теперь уж точно, ребята, всем сейдблок. Чао. Сейдблок. Сейдблок. Сейдблок.